Многие считают, что памятники истории обязательно должны находиться где-то далеко от них. На самом же деле, Одинцовская земля – мечта любого археолога, отрада души для истинного краеведа. На территории трассы имени Ларисы Лазутиной в Подушкинском лесопарке раскинулась уникальная курганная группа. Ее возникновение официально относят к началу XI века. Однако есть и другие мнения, согласно которым захоронение намного древнее. Вот этот земляной холмик, вот этот земляной холмик и вот этот едва заметный, на самом деле это и есть курганы. Туда, куда мы пойдем, эти памятники, они более выражены. Просто в силу обстоятельств вот этот комплекс погребальный, он в таком месте оказался, где велась распашка. И за сотни лет плугами крестьяне вот эту насыпь земляную маленько подрастощили. Территория современного города Одинцова была пограничьем между славянскими племенами Вятичей и Кривичей. По предположениям, столица древних Вятичей, легендарный город Кордно, это нынешнее село Хатежи Никольского поселения. Здесь же, у Одинцова, земли Вятичей заканчивались и начинались владения Кривичей. Осваивать их славяне начали в IX веке, опять же, исходя из официальной истории. В долине реки Самынка самый уникальный для западного Подмосковья комплекс курганов. То есть не вот такие группы, мы находимся на курганной группе, а комплекс – это все вот эти группы вместе, которые в этой местности распределяются. Распределяются они не случайным образом, все они в долине реки Самынка, то есть они на каком-то расстоянии определенном от воды, где удобно было славянам селиться. Здесь были поселения, поселения землепашцев. Некоторые историки считают, что легендарными ариями были именно наши предки-землепашцы, люди, которые орали, то есть обрабатывали землю. Уникальные курганы еще ждут своих исследователей, которым, возможно, удастся сделать здесь не одну сенсационную находку. Вот за моей спиной эти холмы находятся, посмотрите, насколько они массивные. Некоторые слившиеся из нескольких насыпей, считается, что это дохоранивали еще какого-то родственника и над ним еще рядом купол, и они сливались. Мы видим, что возле этих насыпей такие канавки достаточно глубокие находятся. Это связано с технологией производства этих объектов. То есть землю вокруг сгребали и насыпали вот в эту насыпь, создавая некий погребальный комплекс. Как он на самом деле выглядел, мы не знаем. Сначала экскурсию планировалось совместить с субботником по расчистке археологического комплекса, но погода внесла свои коррективы. Выпавший снег на этот раз не дал ребятам провести полноценную уборку. Однако кое-что сделать все-таки удалось. Например, восстановить испорченные и утерянные информационные доски. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.